здравствуйте все собираюсь ехать в южную корею и в связи с этим скачал себе на телефон несколько приложений пользуясь опять же советами авторов роликов выложенных на ю тубе спасибо ребятам которые выкладывают вот такие приложения 1 какао бас пока еще с ним не разобрался какао чудеснейшие приложения пользуясь им я проложил маршрут из аэропорта до значит место где я остановлюсь первую ночь значит этот это приложение полностью проложила мне маршрут выдала номера автобусов название остановок на каких нужно пересаживаться и вообще всех вообще остановок значит сколько времени на каждом автобусе я потрачу потом там прямо в реальном времени показывается когда автобус прибудет вот сейчас прямо какие автобусы там ходят туда-сюда в корее вот прямо показывается когда сколько осталось до прибытия до отбытия ну и так далее сколько стоит этот автобус сколько стоит поездка вот в этом автобусе вот ну и все красота конечно они приложения С помощью этого приложения, значит, там есть поиск объектов, какие нам нужны. Мне нужны были следующие объекты. Вот, смотрим на первые иероглифы, SOGSO, кстати, это не иероглифы, а буквы, но сейчас не об этом. И ниже, INREG, значит, это биржи труда, так называемые арбайты. Я на телефоне себе установил ввод на корейском языке. Значит, я так понял, что это не очень обязательно, но я это сделал, и это помогает. Вот видите, вот эти иероглифы, SOGSO, не иероглифы, которые буквы. Вот я их набираю, ввожу поиск, и он мне, и оно, это приложение, выдает все места, где есть вот эти SOGSO. Именно, причем там, где мне надо. Вот я в какой город еду, мне даже район этого города, и мне показывают, где в этом районе SOGSO. И, значит, я нашел вот эти SOGSO, и в том месте заказал себе гостиницу, SOGSO и вот эти инреки. Ввел инрек, и он мне показал вот эти инреки. То есть, ну, прекрасно. Гостиницу я заказал с помощью приложения Booking.com, но про него я уже говорил. Приложение Какао Метро. Скачать скачал, пока не разбирался. Google Переводчик. В интернете авторы роликов советуют переводить сначала с русского на английский, с английского на корейский. Или наоборот, с корейского на английский, потом на русский. Значит, можно так. Хотя иногда бывает перевод совершенно такой странный. Можно переводить напрямую корейский-русский, русский-корейский. Тоже бывает нормально, бывает странно. Ну, не без трудностей. Ну и карты Google. Хорошая штука. Думаю, вы, в принципе, с ними все знакомы. И вот еще одно предложение. Приложение. Я его еще себе не скачивал. Не знаю, как называется. По-моему, Subway. Это я сейчас вам показываю. Ролик тут идет вот этого парня. Так, вроде бы буквы можно разобрать, да? Значит, ну вот сами находите. Там интересно он рассказывает. Вот в этом видео он прямо вот рассказывает все про это предложение. И как им пользоваться. Ну вот пока все. Всем удачи. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok